Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и мы продолжаем с вами Shadow Fight 3. В рамках ежедневного босса, наконец-то у меня снова появился новый босс, которого я не снимал, диалоги которого я не видел. Мы с вами сразились с Крашером, посмотрели, что он из себя представляет, узнали о нем небольшие моменты, что он мародер, и что он тот еще негодник. Но сегодня у нас с вами абсолютно интересный новый босс, с которым я не сражался еще. Вот в таком вот формате я пойду сражаться с простой яйдокатаной, в которой будет надет шип, и, собственно, с эквилибриумом, чтобы хоть как-то отталкивать врага, потому что теневых способностей у меня абсолютно никаких не будет, и, соответственно, нет никакого шанса даже будет как-то повредить врага теневой энергии. Ну что ж, давайте попробуем это сделать, и прямо сейчас нажимаем эксперимент. Нейтрализуй фантазм. Я индексирую значимость людей или событий для того, чтобы вовремя выявить реальные угрозы и предотвратить лишние жертвы. И каждый раз я удивляюсь, сколько событий и связей можно упустить из виду. Как ты не старайся. Мойра. Странный ребенок с теневыми сверхсилами. Когда-то она пропала из Легиона, а спустя десятки лет ее нашли в руинах династии. Сегодня мы будем ловить ее кошмарный сон. Не удивляйся, его можно увидеть и потрогать. Более того, он причиняет боль людям за работу. Итак, друзья, нейтрализуй фантазма. То есть фантазм это не оргазм, это мучительный кошмар, который делает те самые кровотечения. Да, друзья, кровотечение это сет с теми самыми прекрасными составными глифушечками, поэтому поехали. Попробуем его пройти. Надеюсь, у меня получится. Я неспроста взял именно простой доспех для него, простую экипировку. Это будет своего рода для меня не то чтобы челленджем, но... Ну, просто понимаешь? Вот князь и грязь. Грязь слева получается, да? И тут я вот... Вот видишь, он уже вызывает у меня кровотечение. Окей. Но я буду его прерывать вот таким образом. То есть у человека есть все, точнее у кошмара есть все, а у меня нет ничего, грубо говоря. Обычная экипировка без теневой энергии. И мне нужно вытащить его. Так, окей. Что мы сейчас и будем делать? Причем со спецприемом шип, что самое главное. Так, окей. Ну, в целом, ты посмотри, вроде бы идет... Оба! Выцепил меня все равно. В целом идет неплохо, но урон у него очень жесткий. Очень жесткий урон. Теневая включилась. Тихо. Хорошо. Так, и перекидочка. Отлично, друзья. Отлично, друзья. Мы его забираем в первом раунде. Это было очень неплохо. Я считаю, поэтому... Наверное, можно сейчас прям отдать должное, наверное, моему персонажу, что он вот вытащил это все дело. Хорошо. Это только полбеды. На самом деле есть еще два раунда. Он может сделать невероятные вещи. Так. Но урон наносится неплохой. На самом деле... Отлично. Слушай, ну даже в простой экипировке, то, что она прокачана, урон наносится достаточно неплохой. Это мне нравится. Так. Отлично. Главное, не давать ему сильно кровотечение. Вот это... Воу-воу, потише, товарищ. Здесь немножко надо потише вам быть. Кровотечение, оно может нормально тебе испортить жизнь, поэтому лучше его поменьше. Так. Ну, допустим. Так. Ну, наверное, все-таки да. Все-таки доспех все равно кажется вкачанным. Вкачанная экипировка. Наверное, чтобы полностью не ощущать... Вернее, полностью ощущать его урон, но чтобы он не ощущал твой урон. Для этого нужно надеть прям мега-мега слабое что-то. Но, в любом случае, я не знал, что так получится, а получается достаточно неплохо. То есть урон входит... Ну, более-менее адекватный. А с его стороны... А вот-вот сейчас будет весело. Подожди. Вот сейчас хорошо будет. Подожди. Смотри, как... Как пошло-то. Смотри, а? Как у нас поменялось все. Так. Вот так, ребята. Вот так, ребята, все и меняется. Я его хотел, кстати, сейчас аккуратненько попробовать вручную завалить. И все ждал. А не будет ли кровотечения? Вот так он вот иногда делает, друзья. Вот так он слютовал внезапно. Слютовал в определенный момент. И его лютейшество нам с тобой испортило только что очень сильно жизнь. Это круто. Это реально было круто. Лови. Так. Отходи от меня. Мне кровотечения не стоит вешать. Хорошо. Очень мне нравится спецприем шип. Его в свое время многие недолюбливали. Но мне он безумно нравится. Я считаю, что он очень крутой. Так. Но я больше всего жду легендарный прием на Яйда-катану. Так. Окей. Такой имеет место быть. Так. Хорошо. Лови еще раз. Давай еще раз шипом. Так. Как это так? Я встал не в то время. Так. Ладно. Я понял тебя. Я понял тебя. Отлично. И давай. Еще чуть-чуть. Блин. Я привык, что это мин. Не привык, что это мина. Вернее. И постоянно вот ее ставлю. Хотя думаю, что сейчас он ее возьмет и кинет в него. Кинет в него, как обычную металку. Блин. Не знаю, почему так происходит. Я все по привычке кидаю в металку. А потом такой. Ааа. Он вложит мину. Блин. Хочется эффектно кинуть что-то. А он все равно в него просто кладет мину. Кладет на него. Понимаешь? Мину свою. Ядовитая кожа. Значит. Смотри. Не выпадает эпическая. И. Конечно же. Воу. Четырехстороннее лезвие. Вот это я точно не ожидал на самом деле. Как-то с бонусов мне. Упала с какого-то босса эпическая вещь. Кромсатели судеб. Кромсатели судеб. Это же вот когти вроде, да? Пока ты смотришь на него и думаешь о нем. Он существует. Как только забываешь исчезает. Но к сожалению не на совсем. Конечно не на совсем. Пока ты не пройдешь в свою экипировку и не увидишь его. Он уже изначально там у тебя. Вот. Седьмую главу ты начинаешь играть. Если тебе повезло и ты его достал. Значит оно у тебя уже в экипировке давным-давно сидит и ждет тебя. После того как твое сознание из него. После того как твое сознание от него избавляется. Он скрывается в подсознании. Но уже другого человека. Я не силен в играх подсознания. Но я не представляю. Но я представляю. Что это еще не самый сложный из Мойреных фокусов. Мойреных. Почему не фокусов Мойры? Не знаю. Конечно она не делает это специально. Но ее дар таков. Что многие порождения ее психики становятся реальными для других людей. Сегодня у нас будет с вами новая миссия. Которую мы с вами не проходили. Ну точнее я не проходил на свой канал. И на эту миссию отправляется вот этот прекрасный парень. Ну я назвал этот сет. Перекраченный этот сет. Посланник крови. Это очень круто звучит. И сегодня он пойдет собственно послать. Очередного босса теневого пропуска. Которого мы с вами. Точнее на канал. Я не проходил такое. Эксперимент. Сегодня нужно нейтрализовать улей. Понимаешь? Улей. Это. Ты наверное думаешь там какие-то осы, пчелы. Все такое. Ну нет. Это. Так подожди. Это же все одинаково. Хранитель небытия был создан для защиты ускорителей. Обычно они почти не покидают его территорию. Но этот ведет все иначе. Парня зовут Улей. Он преодолевает огромные расстояния с неизвестной целью. Оставлять за собой убитых кочевников. Отвлеки эту машину смерти. А я попробую обойти его защиту. Нужно взглянуть на программный код. Который им управляет. Страш не бытия, друзья. Каждый успешный удар противника заряжает вашу теневую энергию. Если теневая энергия заряжена полностью, ее использование нанесет вам урон и израсходует ее целиком. Да, это тот самый сет. И мы сегодня пойдем наслаждаться и уничтожать его. Ну что ж, поехали. Посмотрим, что из этого получится. Страш не бытия, друзья. С таким противником я не сражался с Улей. С Улей. Те, кто регулярно берут все теневые пропуски, конечно же, сражаются с такими ребятами. Но сегодня Улей против моего посланника крови. Отлично, поехали. Хорош. Вот это было хорошо прям. Ну, я думаю, он не сможет заряжать на мне свою теневую энергию. Мне кажется, мы до этого... А нет, смотри. Воу, воу, воу. Потише. Нифига он... Слушай, нифига, я даже отойти не успеваю. Ты что делаешь? Ты что такой... Ты что так залютовал как бы? Я понимаю, что, типа, я в эпическом снаряжении. Ну, ты давай потише немножко тут. Свои вот эти атаки, свои эти моменты делай. Хорошо? Я понимаю, что пустая комната оснащена инопланетными моментами. Но ты успокойся, пожалуйста, да? Лови. Прикинь? Прикинь просто! Это что? Мы так начали легко. Мы так хорошо начали. И тут хоба... Он меня берет и просто разматывает под конец. Неплохо. Мне понравилось это. Ну, ладно. Раз ты хочешь агрессивную игру, тогда будет агрессивная игра. Почему бы, собственно, и нет. Будет агрессия, да? Вот так это работает. Когда агрессивная игра происходит. Вот я сейчас немножко урона потерпел. Но это фигня. Это потому что на мне отравление его стояло. Так. Ну, лови сразу так. Вот так можно. И вот так. Прямо просто ему... Я, по-моему, там сломал, блядь, голеностоп или что-то. Куда я ему сейчас попал? Ему было очень больно. Ему было очень больно. Этот удар по бетону... Он очень жесткий. Он очень жесткий. Это залог того, что что-то сломалось в человеке полностью. Так, хорошо. Так. Отлично. Отлично. Неплохо. Так, о, зарядил свой момент. Зарядил свой момент. Все, момент уже не заряжен же, да? Отлично. Теперь можно так атаковать. На самом деле, эти боссы очень легкие. Их можно проходить и в обычной экипировке. Но мне не хватает в теневом пропуске, вот реально, не хватает в теневом пропуске еще больше активности. Допустим, еще, короче, чтобы марафоны шли. Что-то еще интересное для сражений. То есть не только, чтобы теневой пропуск основывался на боссах, а чтобы он основывался, допустим, на ПВП. Ну, серьезно. Я имею в виду на дуэлях. Что-то по дуэлям, допустим, сделать. Или еще какой-то там раз в неделю какой-нибудь охуенный босс. Да, который там, с которого там рубины будут лететь в больших количествах. Но это же все-таки теневой пропуск, камон. Его же нужно как бы улучшать уже. Теневому пропуску сколько уже? Уже есть же год, да? Как он появился. По-любому уже есть год. Но особо он, не особо он-то и как бы это, продвинулся как-то в себе. Да успокойся ты, ебану-то. Ебаны-то. Я пытаюсь с мыслью собраться. Я хочу боевой пропуск к себе, на самом деле. Чтобы, вот как есть... Да заебал ты, блядь, ебаный ты, сука, скалописька, блядь, вот эта твоя. Иди тут в жопу отсюда, козел. Как эта волосатая живность только что умудрилась, блядь, увернуться от этой атаки теневой? От нее в принципе нельзя увернуться. Ты вообще посмотри, как ты одет. Одет как пидор, а я в лакшери, в цуме одевался. Что ты делаешь? Иди нахуй отсюда. Я в смысле из-за тебя, блядь, сбился. Смотрите, короче. Что я хотел сказать? Вот. Хочу, чтобы был какой-то боевой пропуск. Чтобы, допустим, было дофига уровней, как во многих мобильных играх. Это типа набиваешь, набиваешь эти левелы. Есть премиум линия с наградами, есть обычная линия с наградами. И чтобы это было. Чтобы это было. Блин. Ну, может это и будет? Было бы неплохо. Теневой пинок мне дали, кстати. Один из новейших перков, который встал за место спринта. Я в очередной раз проверил индексы значимости всех противников, с которыми тебе пришлось столкнуться. Похоже, у многих из них выросли индексы значимости. И я подозреваю, что дело в тебе. А, выросли индексы! То есть у них, они возбудились, когда я их пиздил. Вот в чем проблема. Я понял, я понял. У них, ну, типа, подросло там. Они возбуждаются от того, что их бьют. Это забавно. Может ли твой собственный высокий индекс значимости каким-то образом влиять на их индексы? Я подумаю об этом. Улий сохранил свою волю. Обычно кочевники теряют личность, став хранителями. А этот еще и обладает огромным индексом значимости. Либо этот хранитель выполняет какое-то очень важное задание, либо индекс принадлежит тому, кем Улий был раньше. Арсенал похитил сотни кочевников для создания отрядов хранителей. Узнать, кто из них бедняк стал Улием, будет очень сложно. Мне кажется, в прошлой жизни Улий был Улием. То есть, где осы, пчелы и все такое, и все эти моменты. Ну, у меня есть такое ощущение. А сейчас он стал человеком. То есть, поэтому все как бы понятно. Ну что ж, друзья, мы прошли с вами сегодня двух интересных боссов. Это Фантазм и Улий. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Влад, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте друзьям. И пишите, как у вас дела с марафоном. Потому что мой уже почти что завершен. Осталось просто за малым. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok